Привет, друзья! Ирина Пегова – одна из самых ярких, неординарных российских актрис. Она выделяется среди своих коллег фактурной внешностью, ярким талантом, глубоким погружением в образ. Актриса совершенно не боится показаться смешной или нелепой, если того требует роль. Несмотря на свою молодость, она успела заработать звание заслуженной артистки Российской Федерации и является лауреатом нескольких престижных премий «Золотой маски», «Золотого орла». Зрители помнят ее прекрасную игру в фильмах «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Подруга особого назначения», «Пассажирка». Много лет Ирина выходит на подмостке ГМХТ имени Чехова. Будущая звезда экрана родилась 18 июня 1978 года в городе Выксе, что в Горьковской области. Девочка появилась под знаком зодиака близнецы. Отец, Сергей Захарович Пегов, известный спортсмен, работал тренером и преподавателем физкультуры. Ирине и ее старшей сестре Татьяне папа прививал любовь к спортивному образу жизни. В детстве и юности Ира много времени уделяла легкой атлетике, лыжам, фигурному катанию, плаванию, фехтованию и даже конному спорту. Родители хотели, чтобы дочь пошла по стопам отца и посвятила себя спорту. Или стала металлургом, как мама Вера Александровна, которая работала на крупном комбинате в Выксе. Помимо активных занятий разными видами спорта, Ирина успевала посещать музыкальную школу, окончила ее по классу скрипки. В старших классах, после участия в местном конкурсе «Хочу стать звездой», девочка задумалась о карьере певицы. Ирина начала посещать эстрадную вокальную студию, выступала на концертах и даже пробовала писать песни. В будущем она видела себя гениальной исполнительницей, примером для начинающей артистки была Эдит Пиаф. Чтобы иметь возможность продолжить занятия вокалом, Ирина решила поступить в театральный вуз. Родители были категорически против, Ире пришлось пойти на уступки. В 1995-м, по окончании школы, Пегова поступила в Нижегородский политехнический институт, но и о желании стать певицей не забыла, в том же году подала документы в Нижегородское театральное училище на специальность актер драматического театра и кино. Мастером курса стал Василий Богомазов. Когда Ирина была на втором курсе училища, в город приехала труппа мастерской Петра Фоменко. Талант москвичей произвел на нее и других студентов неизгладимое впечатление. В тот приезд Фоменко отметил Пегову, благодаря чему ее желание поступить после училища в ГИТИС только усилилось. Вступительная абитуриентка сдала успешно и была принята на факультет режиссуры. Личная жизнь Ирины Пеговой всегда, в центре внимания журналистов, наполнена событиями и слухами. Еще во время обучения в Новгородском театральном училище актрисе приписывали отношения с Петром Фоменко. Но эти домыслы не нашли подтверждения. Мужем Ирины Пеговой стал актер Дмитрий Орлов. Пара познакомилась в Варшаве на кинофестивале, где Дмитрий представлял картину «Небо», «Самолет», «Девушка», а его будущая жена фильм «Прогулка». После возвращения в Москву Пегова и Орлов стали жить вместе. Свадьба состоялась 8 сентября 2005. Молодые мечтали о детях, поэтому спустя год после бракосочетания в семье появилась дочь Татьяна. Об этой паре много писали в прессе, восторгаясь идеальным союзом. Муж актрисы в интервью неоднократно говорил. Большим везением в жизни считает то, что повстречал такую замечательную спутницу, как его супруга. Будучи талантливой артисткой, Ирина Сергеевна легко справлялась также с обязанностями жены и матери. Прожив 7 счастливых лет, Пегова и Орлов развелись. Сначала бывшие супруги нелестно отзывались друг о друге в прессе, так как во время бракоразводного процесса начались разногласия по поводу раздела имущества. Но прошло время, и отношения наладились. Дочь в 2012 году вместе с мамой снялась в фильме «Алексея учителя восьмерка». Совместные фото с Таней Пегова часто выкладывает в собственном микроблоге в Инстаграме. В 2019 году Дмитрий Орлов стал героем передачи «Судьба человека», где признал, что в отношениях с бывшей женой сделал много ошибок. Так, когда у Ирины Сергеевны случился выкидыш, ее супруг не поддержал актрису, что отдалило их друг от друга. В 2013 году Ирина Пегова начала встречаться с артистом театра имени Ермоловой, Сергеем Кемпо, который известен и как профессиональный каскадер. Актер младше возлюбленной на 7 лет. Ради молодого человека знаменитость провела несколько косметологических процедур по омоложению. В 2014 году пара рассталась. После этого Пегова кардинально изменила внешний облик, перекрасившись в блондинку и сделав стрижку. В этом же году помолодевшая Ирина Сергеевна стала гостьей популярной передачи «Вечерний урган». В то же время появились слухи о романтических отношениях между актрисой и ее коллегой Анатолием Лобоцким. Артисты сыграли в спектакле «Таланты и поклонники», после чего периодически вместе появлялись в обществе. В 2015 году на шоу-танце со звездами у Пеговой завязался новый роман с 22-летним танцовщиком Евгением Раевым. Будучи участниками проекта, влюбленные скрывали отношения, но на премьерном показе картины «Он дракон», в которой актриса исполнила главную роль, Пегова появилась в компании Раева. Спутники постоянно держались за руки и не отходили друг от друга. После этого пара засветилась также на благотворительных вечерах Нины Курпиковой и фонда Гоши Куценко «Шаг вместе». Несмотря на то, что Пегова в интервью никак не комментирует отношения с противоположным полом, летом в инстаграм-профиле актрисы появился интригующий снимок, в комментарии к которому она намекнула на возможную беременность. Слухом способствовал пост артистки о том, что она прошла все необходимые анализы и сделала УЗИ. Однако все эти домыслы оказались таковыми, актриса пресекла разговоры о беременности. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя, а также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.